здравствуйте мои дорогие с вами евгения саженцева психолог практик а также богослов по образованию такие у меня сегодня новости первый раз получилось выйти в прямой эфир до этого технически не получалось и тут спонтанно у меня раз и все получилось поэтому многие просят предупреждать о прямых эфирах так как я их наверно будут частенько проводить давайте договоримся завтра это то есть получается 18 сентября 18 часов по московскому времени я выйду в прямой эфир можете заранее подумать о вопросах которые волнуют постараюсь всем ответить сегодня что мы с вами поговорим о чем давайте поговорим о насущной теме для наверное многих кто меня смотрит потому что у меня здесь много людей верующих таких же как я и в том числе и консультация у меня вот сегодня тоже была на эту тему и я так понимаю что наверное это многих будет интересовать по поводу того какому батюшки ходить какой храм выбрать и как не наткнуться на фарисеев внутри религии и ни для кого не секрет наверное я надеюсь что среди священников тоже могут быть фарисеи и вы должны быть чуть-чуть поосторожнее тем более зная что такое нрл теперь уже до имея столько информации вы можете больше разбираться в людях во первых не нужно из батюшки творить кумира не нужно зацикливаться на каком-то одном священники до такой степени чтобы он стал для вас вторым богом источником всей истины и так далее и тому подобное если вы чувствуете что священник обладает каким-то напором какой-то слишком сильно властностью который допустим может быть возгордился из-за своей популярности и такое бывает священники тоже люди у них тоже есть страсти просто смените в храм в этом нет ничего плохого в этом нет ничего осудительного а наоборот вы же ходите в храм не для того чтобы поговорить с каким-то священником для того чтобы вознести свои молитвы к богу поэтому и на исповеди тоже старайтесь вместо того чтобы концентрироваться на конкретном священники представляете себе бога что он здесь рядышком он вас прощает и не зацикливайтесь не творите себе кумира я об этом сегодня уже записывал видео но снова и снова скажу у нас бог должен быть на первом месте и только на него мы должны возложить свои упования очень опасно состояние когда вы ищете какого-то спасателя когда вы слишком идеализируете человека неважно кто священник какая-нибудь супер мама или какой-то супер психолог который ответит на все ваши вопросы понимаете в чем дело каждый исходит из своего личного опыта и только вы знаете что для вас лучше на самом деле потому что только вы знаете все аспекты своей жизни вы имеете свой уникальный опыт а человек чаще всего исходит из своего личного опыта и поэтому он может вам дать какие-то неправильные рекомендации даже хороший психолог никогда не будет настаивать на какой-то так скажем на каком-то именно одном правильном пути даже я вот все таки стараюсь клиентов приводить к тому чтобы они почувствовали в себе самом такую опору чтобы доверяли своей интуиции чтобы чувствовали свое сердце когда им плохо то уходили от такого человека от такого допустим партнера по жизнь да и особенно если вам применяют допустим какой-нибудь газлайтинг да и говорят что да тебе все кажется на самом деле все нормально учитесь чувствовать себя свои ощущения и доверять себе в первую очередь себе найдите контакт самим собой и почувствуйте опору в себе не ищите нового тирана пожалуйста только вы знаете что для вас хорошо что для вас плохо и где ваше личное счастье в чем оно будет состоять в каких интересах в какой дороге какую вы выберете по жизни даже духовник он тоже не должен вам давать только один вот правильный истинный путь до духовник тоже он он советчик он может что-то посоветовать а если он будет слишком настаивать что вот он только один оплот истины то это скорее всего нарцисс в духовничестве нет ничего плохого но вы тоже должны чувствовать с кем вы имеете дело то есть если этот человек действительно обладает смирением да и как трепетно относится к тому что он делает и говорит и боится например чем-то вас обидеть и так далее то скорее всего в нем благодать божья но если человек обладает гордыней то ничего хорошего из этого не будет я уже на второй консультации стремлюсь к тому чтобы раскрыть ваше личное подсознание показываю вам карточки спрашиваю допустим что вы видите что что как для вас это интерпретируется много задаю вопросов клиенту не он мне уже задает а я ему задаю и допустим но это может не самое удачное то скорее о том что все внутри нас до такая символичная картинка а если я допустим беру вот такую какую-нибудь карточку и спрашиваю хорошо ли этой девушки как она себя чувствовать как вы думаете в каком она настроении если каждый видит что-то свое если например девушка в плохом настроении то я спрашиваю а чем ей помочь а что нужно сделать для того чтобы ей стало хорошо и клиент может чуть-чуть отойти от себя от того чтобы он заглядывает свое подсознание и начинает сам себе быть психологом он как наблюдатель смотрит со стороны и говорит самому себе что ему нужно сделать понимаете какая магия так скажем происходит потому что вы только сами должны в себе найти опору не в священнике не психологи не в каком-то новом тиране а в боге и в самом себе потому что будем искать новых спасателей будем кого-то боготворить все пиши пропало придет новый тиран неважно какой он будет под маском под маской идеального человека или нет но это все всегда заканчивается плохо иногда бог специально отводит от нас допустим людей которым в жизни придали так много значения потому что он тоже следит за нами как мы себя тут видео так скажем если мы действительно хотим спасение он ведет нас теми путями которые будут для нас самыми благоприятными друзья мои я вас хочу поблагодарить за то что вы на этом канале за то что вы мне доверяете я буду стараться оправдывать ваше доверие не буду казаться лучше чем я есть потому что вот сегодня вроде бы в прямом эфире мы на позитиве были но один подписчик мне ведь почему вы не в платке и несколько раз мне это говорит потому что я не хочу из себя делать какую-то и икону идеального человека возгордиться на этом фоне а я хочу быть самой собой я человек обычный у меня есть свои страсти я такая какая есть я люблю рок-образы я люблю наряжаться иногда как-то экстравагантно и так далее и тому подобное я хочу вам своим личным примером показать что нормальный здоровый человек не стесняется своих разных проявлений и не пытается выглядеть каким-то идеальным с какой-то маской какого-то праведника праведников на земле нет все люди грешны и самые опасные люди это те которые нарочито пытаются показать что они самые хорошие а как мы знаем тихом о мути черти водится так вот от меня по крайней мере вы можете не ожидать подвоха потому что вы и так видите все мои стороны души и я на этом канале каждый день своих разных состояниях своих настроениях в прямой эфир вообще вышел с мокрыми волосами потому что я даже не знала включится он или нет просто думаю попробую еще раз третий раз попробовала и какая была такая к вам и вышла уж простите меня но завтра постараюсь чтобы было как-то как-то более дисциплинированно у нас все что мы с вами были подготовлены и плодотворно поработали спасибо вам до новых встреч обнимаю вас если вам нужна личная консультация телефон в описании сразу хочу сказать что невозможно на коротенький вопрос дать максимум объективные как сказать информации поэтому вы должны понимать что ответы мои будут на том же самом прямом эфире может быть не всегда правильные потому что если вы хотите прям вот досконально да там разложить партнер там для мой абьюзер там вернее абьюзер или мой партнер и так далее и тому подобное как мне поступить там все такое лучше всего конечно все это обсуждать серьезно на личные консультации и не ждать от меня как отгадалки быстрого ответа на ваши вопросы но я постараюсь насколько могу насколько в моих силах до новых встреч всем пока пока